Модернизация ее и в большом и в малом это наш приоритет, который мы начали в 2014 году. Детские и взрослые поликлиники, то что мы там меняем и настроение, и оснащаем их, будет продолжено в 2015. И вот сегодня мы открываем год по сути, с очень такого торжественного, важного мероприятия. Это вручение новых автомобилей части наших районов Московской области. Вот 84 автомобиля, оснащенные, готовые к работе на территориях, сегодня уезжают для оказания помощи. Скорая помощь, нет смысла говорить о ее актуальности, важности. И вместе с этими каретами скорой помощи очень важно, чтобы приехало хорошее настроение, профессионализм людей, которые там работают. Поэтому важное мероприятие, приятное мероприятие. Очень хочется, чтобы скорая помощь была всегда вовремя и всегда оказывала первую помощь, которая снимала бы разного рода риски и маленьким детям, и взрослому поколению, которое бы помогало нам. Поэтому такое приятное событие сегодня. Программа продолжена будет. Мы каждый год планируем обновлять 10% нашего подвижного состава. Всего в Московской области 760-770 карет скорой помощи. Важно, конечно, чтобы скорая помощь могла еще и доезжать своевременно до места назначения, до места вызова. И вы знаете, что существует большая программа уже, кстати, инфраструктурных объектов. Но это, в общем, все является основными частями нашей работы. Адрич, программа модернизации касается не только тех, кто вас сказал. Она касается всего? Она касается всего. Скорая помощь – это важно. Мы, вот это, так скажем, первое, с чего мы начали. Все было готово для того, чтобы скорые помощи приехали в районы. Ногинск, Электростали, Дубная, Подольск, большие города. Но и модернизация. Сейчас КДЦ – это стратегическая задача, это диагностические центры, куда человек приходит и проходит все обследование, понимая, что он будет жить, если не вечно, то очень-очень долго. И вот такие услуги мы должны обеспечить. КДЦ, диагностические центры для и детей, и взрослых особенно должны быть доступны. Вот эта задача на 2015 год. И сейчас, проводя правительство, как раз говорил о том, что, несмотря на разные сложности в экономике, мы будем лавировать для того, чтобы не допустить каких-то непозволительных трат, но все-таки здравоохранение для нас остается приоритетом.